Файт Ревью Это хроника ярких побед латвийского спорта. Файт Ревью Это история Боксинг И сегодняшний день боевых искусств Кикбоксинг Греплин От самых древних Банградионов И до самых современных ММА Файт Ревью Интервью с победителями И уроки самообороны Воспитание у молодежи Силы духа Воле Стремление к победе Файт Ревью Не пропусти Будет жарко Здравствуйте Это новый выпуск Файт Ревью В котором мы приготовили для вас много чего интересного Во-первых, это матчевая встреча Латвия-Белоруссия Которая проходила в Годвилле Во-вторых, интервью с Майрисом Бредесом Смотрите нас Файт Ревью Латвийская ассоциация ММА представляет Добрый вечер, дорогие телезрители Мы рады вас приветствовать в клубе Годвилл На турнире Рига Челлендж В студии для вас работают Манвел Исаджанян И Сергей Домнин И первый поединок пройдет у нас по правилам С-70 Профессиональная самба Четверка бойцов Первый бой будет между Алексеем Поулансом И Дидзисом Вербицкесом И вот сразу бойцы начинают атаковать друг друга Бойцы хорошо знакомы Да, здесь надо отметить, что оба они встречались с Кристопом Керенсом И за титульный бой по Панкратиону За титул Латвии И в прошлом году В 2013 Дидзис Не смог одолеть Кристопа В этом году В 2014 Алексей выиграл титул И вот пока что мы видим Как Алексей перевел в партер Занял очень удобную позицию И атакует соперника Дидзис защищается Никакой угрозы Пока нету Да, Алексей перешел в позицию full mount И начинает атаковать Сыпет град ударов Естественно, Дидзис все это предвидит Защищается Думаю, что ничего пока опасного здесь не видно Да, очень грамотно защищается Закрыл руками Корпусом работает Не дает Алексею плотно зафиксироваться Да, довольно-таки достаточно продолжительное время Уже находится в позиции сверху Сейчас вот старается Такой момент, когда отгибаешь голову И продолжаешь атаковать Вот прошли несколько ударов чистых в голову Здесь опять видно, что защита Дидзис пытается из этой позиции выбраться Но пока тщательно Алексей очень плотно сел Хороший, сразу яркий поединок Первый поединок турнира И сразу же такой интересный бой Да, экшен, зрители, конечно, поддерживают Дидзис вылезает с невыгодной позиции И сразу пошел в атаку Да, Алексей пытался сейчас сделать болевой прием Попытка провести болевой прием на руку Но Дидзис очень опытный И не дало ему это сделать Алексей защищается Замкнул ноги в гарде Так называемом И пытается работать снизу Прижимает Дидзиса И тоже атакует Уже Дидзис наносит удары в голову Точные Но Алексей также неплохо защищается Да, позиция кардинально поменялась Единственное, что в этой позиции Не так страшно, как в маунте Попытка провести болевой на руку Ну, такой опытный грэпплер Как Дидзис Не дастся так легко Да, я уже говорил об этом Что Алексей, конечно, хорош в партере Но Дидзиса, мне кажется, в партере шансов больше Единственное, вот здесь Когда ударная техника идет Здесь уже сложно что-либо сказать Вот сейчас попытка проведения болевого на ногу Но Алексей успешно выходит из этой позиции Да, сложно сделать какой-либо прием Когда наносят вам удары В голову в особенности Поэтому на чистом грэпплинге Очень сложно выехать вон ума Да, тем это и отличается От простого грэпплинга Что в грэпплинге не наносятся удары Поэтому болевой прием Или удушающий прием легче сделать Чем вот в таких поединках Такой узел связались бойцы Пытается Дидзис То на руку, то на ногу, то удушение Сейчас попытка опять болевого на руку Но здесь уже Алексей не дает проведения этого приема Живой, живой поединок очень Причем с переменным успехом Здесь трудно кому-либо отдать предпочтение Вроде бы выглядит активнее Алексей Но Дидзис всячески вяжет его атаки Бойцы давно хотели уже встретиться между собой Как я уже говорил ранее У них был один общий соперник Дидзис проиграл этому сопернику по очкам Алексей выиграл этого соперника по очкам Напомню еще раз Кристоф Керенс Из Кулдыги И это был титульный поединок Зазвание чемпиона Латвии по конкроте Здесь также зазвание чемпиона Латвии Но здесь четыре спортсмена встречаются Это Дидзис Вербицкис из Валмеры Клуб Джиди Джин Алексей Полванс из Риги Клуб Силарч Вот мы сейчас видим их поединок А второй поединок будет Валерий Миколаускас Клуб ВМ Тим Рига И Арис Кажес Топ Файтерс Тем временем очень плотно взял ногами Дидзис И вышел на треугольник Очень сложно сейчас Алексею Рефери проверил все в порядке ли у него Все в порядке И снова Алексей выбирается Уже наверное пятый раз за бой Из сложной ситуации выбирается Алексей Полванс Ну на самом деле Дидзис провел очень хороший Вот сейчас закончился раунд Дидзис провел очень хороший захват треугольником То есть закрыл полностью Но Алексею удалось выбраться Не знаю каким-то чудом, умением, мастерством Вот начался второй раунд И Дидзис сразу провел так называемый тейкдаун То есть бросок За что естественно судьи оценят В своих судейских записках Вообще Алексей отличается всегда зрелищными боями Не важно выиграл или проиграл Но всегда показывает бой Поэтому он один из таких любимчиков-организаторов Его всегда хотят видеть на своих турнирах Да, причем манера ведения боя у него всегда такая интересная Он всегда улыбается За что зрители его любят Да, вообще на самом деле Знаком с обоими из этих бойцов Сергей подтвердит Очень хорошие ребята в жизни Трудно за кого-либо болеть Да, сложно очень за кого-либо болеть из них И это реальная реклама этого вида спорта Что хорошие образованные парни Да, единоборство Ничего в этом страшного или удивительного нет Да, вот сейчас пока Позиция сверху у Дидзиса Есть время рассказать о их поединках У Дидзиса 4 победы, 2 поражения В статистике ММА У Алексея 5 побед, 5 поражений Вот такая, скажем, нулевая статистика Более опытный Алексей За границей успел выступать По профессионалам Дидзис тоже Дидзис выступил недавно в Эстонии Можно сказать, за границей Вот, и там очень провел красивый поединок И выиграл по очкам Ну и, конечно, здесь сказывается Огромный любительский опыт обоих бойцов Оба провели много поединков по любителям Что очень важно перед тем, как выступать в профессионалах Да, Дидзис является двукратным чемпионом Евразии по панкрециону Алексей вице-чемпионом мира по панкрециону И чемпионом мира по карате Так что бойцы на данном этапе в клетке очень титулованные И, скажем так, титул Латвии не такой громкий для них будет За этот год у Алексея было мало поединков Он выиграл титул по панкрециону Титул Латвии в весе до 77 килограммов Но в этой категории Алексей недавно Алексей всегда бился в 66 и до 72 килограммов От 66 до 72 килограммов И вот сейчас он поднял свой вес И, как мы видим, довольно-таки успешно Ох, какой хороший проход сделал И бросок перевел в партер Мы видим кровь на лице Дидзис Но он все же опять плотно очень захватил голову Но Алексей уже, как все привыкли, снова выбрался С позиции опасной Снова туда влез Снова треугольник Это уже очередной по счету четвертый треугольник, наверное Именно треугольник, а не сложная позиция И десятая сложная позиция Да, но все же Алексей умудряется выйти Зал очень болеет за него Как и за Дидзиса Потому что ребята показывают действительно яркий поединок Да, это несмотря на то, что Алексей Рижанин На Дидзиса звал мира Бой проходит в Риге Но, тем не менее, за Дидзиса тоже очень много Кто болеет Наш зритель уже разбирается в боях И ценит хороших бойцов и хорошие бои Тут уже Алексей пытается задушить Но не очень плотно, не очень удобно Забрал шею Дидзис тоже грамотно очень выбирается Да, сейчас мы видим, как рефери держит капу Пока идет попытка проведения удушающего приема Вот сейчас в этой позиции Капа на место стреляется Уже Дидзис в атаку еще очень хорошей позиции находится Наносит удары Алексей снова в опасной позиции И опять выбирается Опять же попадается Опять же попадается и снова выбирается Вот такой вот у нас Алексей Да, Алексей любит трудные пути Сначала попасться на сложный прием Потом из него выбраться Ему неинтересно просто провести бой Именно за это его и любит публика Вот сейчас окончился второй раунд Сейчас ждем решения судей И судьи решили Что бой был равный И экстра раунд Да, вот сейчас очень хороший Проведенный прием Задняя подножка Алексей поймал ногу Дидзиса И провел этот прием И тут же попался опять же на треугольник очередной На этот раз очень плотно взял Очень плотно держит Дидзис И Алексей удары И нет, все же на этот раз Дидзису удалось Хорошо замкнуть ноги И провести удушающий прием ногами Треугольник Да, и так мы видим Алексей проиграл удушающим приемом Треугольником И Дидзис выходит в финал Финал четверки По профессиональному самбо Замечательный поединок Очень понравился И нам И всем зрителям И вам Понравилось Надеюсь, понравилось Да, я думаю, что это поединок Украшение любого турнира Заметно потрепали друг друга соперники И финал вышел Дидзис Вербицкий Созвал меня Джей Ди Джин И как мы говорили Улыбка на лице Алексея И по традиции у нас в гостях Юрий Васильев Здравствуйте, Юрий Добрый день Начнем, наверное, от турнира Который прошел по киктайбоксу У нас завершился чемпионат Латвии По киктайбоксингу Это уже третий турнир По новым правилам киктайбоксинга Скажу, что турнир прошел достаточно четко Было очень много интересных поединков Я думаю, что зрители увидят что-то В этой передаче, да, с этого турнира Конечно, бы хотелось видеть Немножко больше участников Но, видимо, как-то мероприятия Разных организаций наложились друг на друга И поэтому мы видели Не всех, кого хотели бы видеть Вот сами, как организатор Как могли бы оценить? Не, ну турнир прошел достаточно хорошо Да, то есть, еще раз говорю Не было никаких серьезных травм Были замечательные поединки На которые было на что посмотреть Была интрига в борьбе за командные места Это как бы и делает турнир привлекательным Поэтому все нормально Уровень спортсменов, что можете сказать? Средний уровень спортсменов Участвовавших в этом турнире Скажу так, что были года Когда мы видели более опытных спортсменов Но, видимо, в эту весну и лето У нас идет подготовка к разного рода Профессиональным турнирам И все-таки более опытные ребята Предпочитают уже выступать Не в любительских соревнованиях А в профессиональных Чтобы и немножко больше показать себя Ну и, наверное, немножко заработать Да, очень-очень разбавили турнир девушки ринга Это была отдельная история Это было красиво Это наша традиция Я стараюсь ее включать в каждый турнир Если весной мы проводим Просто приглашаем девушек Из модельного агентства Терри То осенью мы стараемся провести Среди них конкурс На лучшую девушку ринга И, в принципе, все девушки Которые в турнирах Моей федерации, которую я возглавляю Занимали какие-то призовые места Как лучшие девушки ринга Они все потом пользуются Очень большой популярностью И организаторы профессиональных турниров Приглашают их на свои мероприятия То есть это, можно сказать, проходит как интерактивно Сами зрители, которые пришли на этот турнир Они могут повлиять на исход Да, конечно На результат У нас в голосовании принимают участие В мероприятии, которые мы проводим Обычно осенью голосуют спортсмены В первую очередь Зрители, которые пришли на эти соревнования Поэтому всегда оценка очень объективная Теперь от девушек ринга к девушкам-бойцам От нас ничего не скроешь Мы знаем, что вы ездили с боями за границу И возили своих учениц Или ученицу У меня есть очень хорошая воспитанница Элина Юрканы Которая является чемпионкой Балтии По кикбоксингу, по версии ВК В прошлом году Она выиграла девушку из Литвы Она является многократной чемпионкой нашей страны По кикбоксингу и по киктайбоксингу уже Но она выступает еще как и профессиональный боксер У нас в прошлом месяце было два интересных предложения На поединки во Франции А в какой город вы ездили? Где это все происходило? Это была столица Шампани Город Эперней Где производят самые известные популярные шампанские вина Кстати, один из спонсоров боксерского поединка И было как бы это шампанское Дом вин? Да, дом вин Элине предстоял шестираундовый поединок против местной спортсменки Бой был достаточно равным Ну, традиционно, конечно, в равных поединках победу отдают хозяину Вот, самое главное, что мы не получили никаких серьезных повреждений И, вернувшись обратно в Ригу, Элина могла принять участие в чемпионате по киктайбоксингу Она прошла жеребьевку, регистрацию, взвешивание Но соперников ей здесь не нашлось А потом, 8 числа, мы улетели уже на юг Франции Это город Баларук Недалеко от Марселя Там был четырехраундовый поединок И вот в этом поединке уже Элина проявила себя в очень хорошей сточке Как бы как боксер Тоже по боксу По боксу, да, профессиональный бокс Полностью доминировала весь поединок Все четыре раунда Рассекла спортсменки, противницы Все возможные части лица Сама осталась без каких-либо повреждений В результате местные судьи признали, что бой достоин ничьи Но ничья на чужом поле с таким результатом это успех Конечно, для 50-килограммовых спортсменок Которые редко посылают соперника в нокаут Победа достаточно тяжело в гостях Мы довольны поединком Самое главное, что мы съездили, посмотрели интересные места Получили опыт профессионального бокса Это уже пятый поединок по профбоксу У моей воспитанницы Элины Юркана Будем надеяться, что будут какие-то предложения Может быть даже от промоутеров у нас в Риге Когда-нибудь болельщики увидят ее в ринге уже здесь Что планируете на лето? Отдыхать? Биться? В первую очередь так Мы никогда не прекращаем тренировки Спорт это должен быть образ жизни Никаких там сегодня я месяц-два отдохну, потом буду опять тренироваться Это должно быть в постоянстве Тем более, когда тренировки проходят 6 раз в неделю И какую-то паузу выждать Может быть, конечно, мне как тренеру, как человеку хочется тоже отдохнуть Но есть воспитанники, которые приходят с жаждой на тренировки даже в жаркую погоду летом Поэтому мы будем летом тренироваться Но немножко, может быть, изменим процесс тренировок Будем обязательно проводить тренировки с выездом на природу Как это делают традиционно, спортивные клубы Готовимся к проведению спортивного лагеря Где он будет? Ну, мы традиционно проводим его в разных местах Как бы, да, кооперируясь с моими воспитанниками Которые уже тренируют И выбираем самое подходящее место, где удобно всем На сайте будет? Информация будет на нашем сайте www.kickboxing.lv Летом, конечно, хочется оказаться на природе На солнце съездить отдохнуть Покушать шашлычка или что-то еще Мой совет такой Отдыхайте, конечно, но только в день вашей тренировки Старайтесь избегать посещения моря, солнца и пикников Поберечь себя В принципе, если у вас трехразовые тренировки в неделю То, по большому счету, 4 дня свободны Поэтому именно пользуйтесь этими днями Но старайтесь все-таки оставаться в строю По опыту знаю Люди, которые выдерживают и остаются в клубах в летнее время Они становятся костяком спортивных организаций, спортивных клубов И всегда намного потом выше уровнем подготовки Чем те люди, которые начинают заново приходить в сентябре месяц Или пропустили летний период Потому что, как правило, осенью начинаются турниры И ребята, которые занимаются летом, они к ним уже готовы Готовы, да Они не выпали из этого спортивного сезона Хотя сезон будет немножко более такой мягкий, щадящий Но это очень все равно важно Оставаться в спортивных клубах И продолжать тренировки Чего я вам и желаю Файт-ревью Уроки самообороны Нападающий ограничивает меня в действии Он захватывает мою ударную руку Я должен принять решение Или освободиться и нырсти ударом в голову Или же перевести захват, бросок и опрокинуть его на пол После чего провести добивающие действия Ну а теперь наше продолжение Боковые удары отрабатываем на мешке Первое, что хочу сказать Надо бы постараться исключить промахивающиеся вот такие движения Царапающие мешок в ударе Надо стремиться бить Направляя удар перпендикулярно поверхности мешка Если мы представим человеческую челюсть То это как раз будет такой вот треугольник И надо стараться направить удар Четко перпендикулярно поверхности Челюсти вашего противника И тогда удары будут мощными Сильный Файт-ревью Новости 4 мая в Риге Панкратион ВК-легион Лидер Мангуст Виктория ВМ-тим Олимпик-боксинг-клаб Клайпида Литва И Нарва-Эстония Мероприятие посетили депутаты Думы Истопени, а также депутат Сейма Латвии Виктор Яковлев Юрий, чемпионат закончился Как организатор, как оцениваете? Чемпионат прошел успешно Не было никаких серьезных травм Самое, что важное для спортсменов Конечно, массовость хотела бы желать лучшего чуть-чуть Но, наверное, какие-то факторы праздничных дней Или уставшись спортсменов от разных количеств турниров В нашей стране их в последнее время очень проходит Большое количество Что, в принципе, с какой-то стороны должно радовать Но некоторых организаторов могут чуть-чуть огорчать Но даже из-за этого малого числа количества поединков Мы увидели в ринге захватывающие бои Которые просто поразили всех зрителей присутствующих И я думаю, что будет что показать в передаче Это были бои с нокдаунами, с нокаутами, с серьезными травмами Так что, в принципе, качество зрелищности чемпионата было на высоком уровне К чему готовимся теперь? Ну, сейчас немножко хотим выдохнуть Все-таки впереди у нас лето Будем заниматься спортивными лагерями Будем выезжать с клубом на занятия на природу А уже к осени будем готовиться к проведению массового чемпионата По версии ВКТ-СФ чемпионата мира Кого можете отметить? В жестком разделе киктая в ринге Хочу отметить спортсмена из клуба Golden Glory Это Тониса Кравченко Ему был вручен почетный кубок В разделе Light Kick отметим уже нашего опытного спортсмена Известного, наверное, всей Латвии Это Дмитрий Янковский получил этот кубок Также у нас были кубки за командные места И вот первое место занял клуб Golden Glory За что мы поздравляем его и его тренеров Роланда и Валерия Миколаускас Второе место занял клуб Латвийская академия киктай боксинга Которую я возглавляю Мы уступили первое место в упорнейшей борьбе клубу Golden Glory А третьим был клуб Scorpions Тренер Роберт Шенин 18 мая в спорткомплексе Кумите был проведен четвертый ежегодный открытый цыганский кубок по единоборствам В нем принимали участие бойцы из клубов Профессионал, Пигмахия, Руздур, Скорпион, МТА, Данза Макабра, Бьюти Пауэр, Спарта, ВМ Тим и Golden Glory Бои проходили по правилам цыганского ножевого боя, грэплинга, К1, бокса, как мужского, так и женского В общей сложности состоялось 35 поединков Командные места распределились следующим образом Первое Golden Glory, второе Руздур, третье Пигмахия В рамках турнира состоялся титульный поединок за юниорский чемпионский пояс Между Ильей Ивановым Golden Glory и Валдесом Марцинкевичем Пигмахия Победу одержал Илья Иванов На мероприятии присутствовали кандидат в депутаты Европарламента Юрис Пуци И комиссар Ромского Союза Норманд Рудевич Как организатор, как оцениваете турнир бойцов, как было? Ну, слава богу, хотелось бы, конечно, приглашенных было намного больше Но не у всех бывает, скажем, не у всех получилось Очень много мероприятий, скажем, в данные дни было, проходили, да И марафон, очень много турниров Поэтому не все желающие смогли принять участие в этом мероприятии Но, тем не менее, турнир собрал 12 клубов в Латвии Ребята показали очень хорошие поединки, вы видели, да Я очень доволен пройденным турниром Может быть, кого-то могли бы отметить? Да, на самом деле, очень удивил, приятно удивил Это Илья Иванов, который был с очень достойным бойцом Валдесом Марцинкевичем Который является чемпионом Латвии по панкратии, чемпионом Балтии И, скажем, сумел одержать победу Очень приятно удивил, рад за него Какие в ближайшее время еще ждать мероприятия от Golden Glory? Golden Glory проводит очень часто мероприятия Так как у бойцов есть желание, у наших гостей, которые приходят на нашу турнир, тоже есть желание Мы проводим каждый месяц для того, чтобы ребята развивались И в следующий летом уже пройдет профессиональный турнир Golden Glory Pro 5 Это пройдет в июле или в августе, так как еще дата определяется И Golden Glory Pro 5 будет летом Ждем всех! 18 мая в хай-центре на Масковос-1 состоялся сезонно открытый ринг Который проходит 4 раза в год В календаре мероприятий Латвийской Федерации Панкратиона В этот жаркий воскресный день состоялось 14 поединков среди новичков по 5 дисциплинам Панкратиона В турнире принимали участие клубы из Риги Юрмала и Саласпилса Локомотив, Севарч, Русдур, Golden Glory, Спарта, Легенда Тим, Орион, ММА Юрмала, Саласпилс Комбат Клаб и Пигмахи Сергей, как оцениваете уровень турнира, бойцов? Вообще, как все прошло? Ну, я не могу сказать, что это какой-то был турнир, это был открытый ринг Ребята показывали свой начальный уровень В принципе, боев было немного, 14 боев у нас было Ввиду того, что сегодня воскресный вечер и три мероприятия за день Бойцы задействованы, более опытные бойцы задействованы в других турнирах И так получилось, что на этом открытом ринге в основном выступали новички У кого было до этого либо один поединок, либо ноль боев В принципе, ребята себя показали все очень достойно Очень порадовал клуб ММА Юрмала Трое ребят показали довольно-таки хороший уровень Ну и другие клубы тоже не отстают, естественно Ну вот среди этих новичков, может быть, кого-то заметили, кого-то выделили? Заметил из клуба Орион, тренер Игорь Богадов и Кирилл Богадов Очень набирает темп Каспар Покуланс Он являлся самым младшим участником, но довольно-таки стойко провел бой Я просто помню, как он начинал свои поединки в спорте Интересовался только чтением книг Сейчас у него довольно-таки растет хороший бойцовский уровень А можно ждать от Федерации Панкратиона в дальнейшем такие открытые ринги? Конечно, у нас в календаре 4 открытых ринга за год И 3 основных турнира Это чемпионат Латвии, чемпионат Балтии И международный турнир либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы Файтери вы пригласите? Обязательно 11 мая в клубе единоборств на Перновос 86 прошел открытый ринг по боевым дисциплинам Состоялось 14 поединков по правилам бокса и К1 В соревнованиях приняли участие в основном новички, пришедшие заниматься единоборствами в начале сезона Было проведено 7 боев по боксу, 4 по К1 и 3 боя по боксу среди девушек В боксе лидировали боксеры клуба Пигмахия В К1 4 победы на счету клуба Голден Глория Среди взрослых лидерство у клуба Легенда У девушек преимущество клуба Бьюти Пауэр Лучший в боксе Томас Прус, Пигмахия В К1 Даниил Науменко, Голден Глория Среди девушек лучшая Карина Лицко, Бьюти Пауэр Самый зрелищный бой Артур Суриков, Пигмахия Против Паула Рыжкова, Легенда 11 мая в Пурцимской средней школе города Риги Состоялся второй турнир серии соревнований по единоборствам Организованный Латвийским профсоюзом молодежи, студентов и спорта Кубок Пурцимса Это второй по счету турнир, в котором приняли участие более 40 спортсменов Боксеров, кикбоксеров, бойцов панкратиона и грэплинга Категории U12 и U18 Спортсмены представляли клубы Латвия Сцинды, Экскалибур, Голден Глори, ВМ Тим, Севарч, Русдур и МТА На протяжении 4 часов на ринге велись ожесточенные бои Интрига Вот, пожалуй, ключевое слово прошедших соревнований Невозможно было предугадать исход практически каждого поединка Более того, многие спортсмены признали, что не понимали, выиграли ли они или проиграли, пока не был объявлен победитель Следует отметить, что несмотря на всю серьезность и ответственность соревнований Встреча прошла в очень дружественной и позитивной атмосфере Организовал мероприятие Латвийский профсоюз молодежи, студентов и спорта Майрис Бредес начал тренироваться в 2002 году у меня в Будо-центре Рассказал нам тренер Майриса Василий Сергеевич Чернигов Пришел он из бокса, но, к сожалению, там были такие моменты, что в подростковом возрасте его неправильно тренировали И плюс еще у него было перегружено сердце За год он значительно подтянул технику И с 2003 по 2010 он становился чемпионом Латвии по разным дисциплинам В основном это был фулл контакт Был момент, когда он пробовал себя в лайтконтакте В 2003 году после Латвии мы поехали на Балтию И он стал чемпионом Балтии уже в Калининграде А в 2004 году он был признан лучшим бойцом Навака в Польше Где он выиграл очень сильный турнир Best Fighter, Baltic Cup Отличительная черта Майриса это трудолюбие Он успел посмотреть на таких ребят, как Алексей Доценко Чемпион мира, чемпион Европы, чемпион мира по профи На моего сына Дмитрия Чернигова, Вячеслава Китанова, Артура Кузнецова Это была такая плеяда кикбоксеров, которые были не только чемпионами Латвии Но и признанными мировыми чемпионами Можно сказать, в этой компании он и развивался Он никогда не отказывался от работы Ни на снарядах, ни в спарринге, ни в парных наработках В 2005 году в Венгрии на чемпионате мира Он стал третьим в разделе Full Contact Через год бронзовым призером чемпионата мира Павака в Португалии А в 2009 году чемпионом Европы по кикбоксингу С 2009 года стали больше обращать внимание на профессиональный бокс Состоялся первый бой, который он выиграл за явным преимуществом у очень хорошего литовца И на него обратили внимание уже по профи В 2010 году он стал еще чемпионом Латвии по К1 и Muay Thai Характерно то, что он был достаточно техничный и бьющий Очень хорошо работал на ногах У него было в общей сложности около 300 боев И большинство из них он заканчивал нокаутом Большой толчок дало его прошлогоднее выступление по боксу в рамках Biggest Better Там он завоевал корону Мы поехали в Америку к тренеру, который тренировал Холифилда Месяц мы там тренировались, после чего был бой с американцем Характерно то, что смотрели и оценивали и его, и мою работу Снимали, смотрели, разминки, работу на лапах, нарабатывание техники, передвижение на ногах и так далее В итоге он нокаутировал американца, который был тяжелее его килограммов на 25-30 Его начали приглашать как спарринг-партнера В этом качестве он ездил много раз в Германию Спарринговал с Хуком Потом приглашали в Польшу Психологически он сильно вырос, когда работал с братьями Кличко Сам Кличко так характеризовал Майриса перед своим боем с Поветкиным Майрис очень нестандартно работающий, быстро двигающийся и бьющий боксер После этого был бой за пояс К сожалению, в спаррингах был такой момент, что он повредил локоть И с этой травмой он выиграл у очень хорошего чеха, как всегда, накал Сейчас, буквально 14 марта, он сделал операцию на локоть и сейчас восстанавливается Это неделя первая, когда он начинает работать ближней левой рукой Сейчас готовимся к 26 июля и думаю, там все будет в порядке Мы в свою очередь, конечно, желаем Майрису зрелищных ярких побед в дальнейшем А мы будем следить за его карьерой и по мере возможности рассказывать вам Файт-ревью Наше интервью Майрис, добрый день Первый вопрос Со скольки лет занимаетесь боксом? Так, надо вспомнить Долгое время прошло Занимаюсь Я с 14 лет уже начал я с бокса Потом перешел в кикбокс В кикбокс Кикбокс я начал в этом зале как раз-таки И потом в 2009 году я перешел на бокс Уже профессиональный бокс уже Почему именно этот спорт выбрали? Он выбрал меня, скажем так, я его не выбирал Это единственный вид спорта, которым я занимался И да, я пробовал футболом, заниматься гиббесутболом Ну так, но ничего не получалось Вот поэтому остался в боксе А тогда почему именно бокс? Что притянуло, что понравилось? Что привлекло в этот спорт? Долгая история, как это все начиналось Начиналось это, опять-таки сказать, совсем нечаянно Отчаянно меня пригласили одноклассники Ему одному было скучно идти на тренировки И он предложил мне Это было в восьмом классе И так это началось Это через первую кровь Я как сейчас помню Там бегали Или дождь, или зима Без разницы Надо было перед тренировкой бегать Друг друга носить Ну такая школа выживания Я сейчас, конечно, прошел большущий опыт И знаю, как сейчас правильно готовиться И, конечно же, и подсказать могу И как надо правильно подготовиться Своим одноклубникам Ну, начало было тяжелое Много кто там приходил, уходил Но я оставался А какими качествами должен, на ваш взгляд, обладать боксер? Боец вообще? Ну, я думаю, любой спортсмен должен быть целенаправленный Упертый И не сдаваться ни в бою, ни на тренировках Какой самый значимый бой в вашей жизни? Я думаю, он еще будет Он еще будет хорошо А самый тяжелый тогда? Ну, они все своего вида тяжелые бои Может, не столько как физический Так, я думаю, больше как психологический Правильно подготовиться И психологический, и физический У вас присутствует этот страх, наверное Ну, какой-то страх при выходе на ринг Он, наверное, есть в каждом В чем-то человек переступает через себя, наверное Ну, поначалу это было Я как сейчас помню давным-давно Это было как страх о выживании Да, что будет Потому что это вид спорта такой Не, там, это не велосипед Или, там, не знаю, как Другой вид спорта сравнить Да А здесь тебя бьют Или ты бьешь, или тебя бьют Первые годы это было, как я сказал, да Выживание, да, такое Это что? Или тем побьют, или не побьют А сейчас уже ты Уже об этом не думаешь Уже, наверное, столько лет прошло И больше уже думаешь о карьере Я иду как лицо государства в ринге Да, и поэтому, как бы Я должен себя показать с лучшей стороны Если я покажу себя, значит, Латвия покажет себя с хорошей стороны Есть какой-то титул, которому вы стремитесь еще получить? Ну, они есть четыре, даже пять, да Самые лучшие и самые высокие титулы Это, которые принадлежат Марку Хука У Хернандеса, у Лебедева и у Владарчика И там уже зависит от промоутеров Как они продвинуты И которому Которому из чемпионов Я дойду Скажем так Вот о предстоящем в июле Бое, да Что можете сказать о сопернике? Знаете о нем? Соперник пока что неизвестен мне Но это в кратчайшие сроки будет уже известно Было уже два противника Один угандиец И потом перешел Угандиец был слишком слаб, мы решили И потом перешли на боксера из России Валерий Брудов Но, к сожалению, он По моей, сколько я знаю, по информации Он там сломал ногу Не знаю, или играет в футбол или что Но как в боксе можно сломать ногу Ну, всякое бывает Но сейчас поэтому вот Ищут противника Хорошего Чтобы был хороший бой Изрельщин И там много, конечно, звезд приедет На этот турнир Поэтому, я думаю, будет Впервые в Латвии что-то такое Есть кто-то из звезд Кто является для вас авторитетом На кого вы равнялись в свое время? Ну, я думаю, это Рой Джонс Однозначно Это для многих боксеров Это как кумир Рой Джонс, конечно же Но это свои лучшие года Я не знаю, как Сейчас я смотрел Так, уже не тот Рой Джонс Но годы дает свое Поэтому надо все делать Свои лучшие года А у тренера Вот кого могли бы назвать Своим первым тренером, наставником? К сожалению, он уже умер Как меня учил Василий Сергеевич Чернигов Вот Всегда я пришел Был тренер А так и не знал Как зовут тренера Вот И у него была Кличка Гарик И так я помню его Как Гарик А вот Был вот хороший урок Дал мне тренер То, что Должен всегда знать По имени и отчеству Своего тренера И по фамилии Вот Знаю своего тренера Может быть Какие-то Советы Начинающие Вообще Ребятам Которые Решили связать Вот здесь Вот есть в зале Молодые Новички Да Которые решили Связать свою жизнь С этим спортом Что я бы хотел им сказать Да Ну они и сами могут сказать Что хотят Но в принципе Они уже пришли сюда Они уже делают То, что То, что они придумали Решили Своей жизнью делать Ну В этом зале Я уже много-много Поколений Пережил Да Поэтому Остались Ну в принципе Никто не остался Из тех Кто там Был лет Семь назад Шесть назад В принципе Я могу сказать Тем Тем Парням Да Которые Думают Собираются Выбрать Какой-нибудь Вид спорта Я думаю Надо Попробовать Нельзя сказать Что бокс Это единственное Правильное решение Ни в коем случае Но Я считаю Для себя Любой парень Должен За себя Постоять Поэтому Он должен знать Какие-то навыки бокса Или кикбокса Той же самой борьбы Это всегда В жизни пригодится Борьба В жизни Не только Драться А скажем так Много борцов Мне рассказывали Были ситуации Когда они падают Но они умеют падать Они группируются И не ломают себе Позвоночник Только потому Что они умеют падать Это Координация Все Дух Все что надо Для настоящего мужчины Сами борьбой Никогда не пробовали Заниматься? Пробовал Поэтому я знаю Много борцов Сам пробовал Боролся Мне это нравилось Только то Что Хотел знать навыки борьбы Поэтому Это было интересно Сколько раз в неделю тренируете? Сколько раз в день Тогда уже Я тренируюсь Каждый день Иногда бывает праздник То что по воскресеньям Тренер скажет То что выходной Но это редко В принципе Так два раза в день Тренируюсь Ну по воскресеньям Один раз Спасибо вам за интервью Надеюсь мы встретимся С вами после вашего боя В июле Спасибо вам То что вы пришли Посмотрели Как мы тут живем И надеюсь Да Будет интересный бой И увидимся После боя Спасибо Уже лето А вы все еще Недовольны своим телом Есть возможность Все исправить И мы готовы Вам в этом помочь В Амин ЛВ Вы найдете Протеины и аминокислоты Жиросжигатели И энергетики Витамины И протеиновые батончики И многое другое Для продуктивных тренировок Мы гарантируем Лучшие цены в Латвии Продукты От известных Европейских И американских брендов Составление Индивидуального Плана питания Для наших клиентов Ждем вас По адресу GANIBUDAMBIS36 Или в интернете Amina.lv А тем Кто назовет Пароль Fight Review Приятный сюрприз Надо подкачаться Надо Надо Подкачаться 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 Хочу автомобиль Ну у тебя же нет прав Пойду в автошколу Ну я правда не решила еще куда Что посоветуешь? Смотря что ты хочешь Выбирай два из трех Быстро Качественно Или недорого Ну времени всегда не хватает А качество Моя безопасность Тогда тебе в Креско Платишь не только за обучение Но и за качество Категории на выбор А Б Б Е Ц Ц Е Д И код 95 А главное Свой транспортный парк Для каждого уровня Учебная площадка И преподаватели Высочайшего класса Автошкола Креско Рига Улица Элиас 8 Кроме того Занятия проходят по адресу Марияс 17 В Кенгараксе На Кенгарага 6 И в Илгу Цемсе На Балта 7 Информация на сайте Тройной W.Kresko.lv И Тройной W.MotoAuto.lv Телефон 267-22228 267-22228 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok